Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Сегодня в нашем классе у меня замечательные гости. Профессионал, как и всегда, своего дела. И мы, я надеюсь, сегодня с вами услышим интересный рассказ о том, как этот бизнес делается. Ну и ответит нам моя гостья на многие вопросы, касаемые этого мероприятия. Итак, я представляю с удовольствием. В гостях сегодня Елена Суховеева, соучредитель проекта lukmania.ru. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Кстати, отвлекусь немного, Лена. Вот понятие лук такое я где-то все время слышу. Слышу лук, 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 лук. Это непосредственно к вам. Вы сегодня объясните, что это такое. В том числе, да. Замечательно. Итак, уважаемые слушатели, тема нашей сегодняшней программы – интернет-коммерция в области одежды. И, собственно, под вопрос, интересующий, естественно, всех, как открыть интернет-магазин одежды и выйти на окупаемость. Отбить деньги, что называется. Уважаемые слушатели, напоминаю, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это вам понадобится для того, чтобы задать свой вопрос Елене, а может быть прокомментировать какие-то собственные наблюдения. Мы с удовольствием вас послушаем и почитаем. Ну что ж, Лена, давайте начнем беседу. И, если позволите, я хотел бы несколько слов от вас услышать по поводу вашей головокружительной карьеры. Можно так сказать? До лукмани или после. Во-во-во-во. В процессе. Потому что я сейчас, извините, прочту то, что у меня о вас есть. Елена Суховеева сделала успешную карьеру в банковском секторе. Здесь можно было ставить точку, в принципе, уже. Далее. Была финансовым директором, ну, одного из ведущих европейских банков. Старший вице-президентом одного из ведущих российских банков. В 2011 году завершила работу в банковской сфере. Вот здесь у меня первый вопрос, такой жирный ставлю. Поступила в МГУ на факультет истории искусств. Боже мой, как мне нравится это все. У меня самого очень часто металла вот так вот в жизни. Надо же менять что-то в своей жизни. Шкаф, да, один шкаф передвинуть из угла в другой угол уже не удовлетворяет. Надо что-то серьезнее. Так вот, Лена поступила в МГУ на факультет истории искусств и занялась поиском идеи. Вот здесь второй у меня вопрос. Сколько у меня вопросов там сегодня. И занялась поиском идеи для собственного бизнес-проекта. Ну, и дальше мы потом с вами поговорим уже непосредственно о нем. И так, Лена, рассказывайте, как это бывает? Так о чем? О ведущем в Мерафьевском банке или о переходе или МГУ? Ну, о банке мне не очень интересно. Я знаю много о банках. Как метафорфоза вот эта? Как она? Откуда? Почему? Ну, действительно, карьера моя была в банках достаточно успешной и головокружительной. Это правда. То есть я где-то, когда мне было 23 года, я стала главным бухгалтером уже там крупного иностранного банка. А когда мне было 25, я стала финансовым директором этого крупного иностранного банка. Естественно, через какое-то время, достигнув больших успехов в области финанс в банке, я почувствовала потерю интереса к этой области. И заканчивала я уже, скажем, в этом же банке уже в роли бизнес-подразделения. То есть я возглавила правит-бэнкинг в этом банке, который мы не называли. То есть тем самым мне всегда интересно заниматься чем-то новым и развивать, как бы профессионально развиваться. Не, на языке вертится. Лена, вы человек творческий. Именно. Видимо, в этом вот корень, ну я надеюсь, корень добра и всех ваших событий. То есть вам нужно, чтобы все время что-то происходило. Как только начинает вот эта вот рутина, да, этот мох, покрываешься мохом и все уже. Нет, давайте что-то другое. Так и есть. И, собственно, мне кажется, что моим драйвером профессиональным, то есть карьерным, всегда был именно профессиональный рост. Мне нужно было все время что-то делать, что-то новое, расширяться, как-то расширять сферу своей деятельности. Если это не был как таковой карьерный рост, я не карьерист. А это была как раз какая-то жажда какого-то профессионального, профессиональных навыков, там нового, интересного. Хочу, да, хочу новое, новое. Да, хочу чего-то нового, да. И в этой связи совершенно логично, что там, сделав эту карьеру в банке, достиг определенного выживания, я потеряла к этому интересу. То есть там можно сказать, что вот уже в стенку уперлась уже, да, и дальше. Да, то есть какой был вариант? Был вариант переходить, скажем, в другую организацию, получать за то же самое, наверное, там, больше, возможно, деньги. Но это такому человеку, как я, не очень интересно, да. То есть вот, ну, такой вот, такая специфика. Соответственно, ну, была идея сделать что-то совершенно новое. Что касается там МГУ, пока там чуть-чуть скажу, что эта тема меня всегда интересовала, мне всегда было интересно. Я любительски занималась там изучением истории искусств. Но, опять же, достигнув, то есть я, если о чем-то занимаюсь, я люблю заниматься этим серьезно и профессионально. Извините, пожалуйста, из банка ушла в никуда? Из банка ушла сначала в никуда, с идеей отдохнуть, потому что очень устала, работала там, не знаю, там по 14, по 18 часов и хотела отдохнуть и потом куда-то выйти. А потом что-то так понравилось, что, собственно... Отдыхать, да? Что неожиданно, наверное. Да, что решила, что, может быть, имеет смысл рассмотреть какие-то совершенно другие варианты. Вот, и тут как бы возникла эта идея с серьезным обучением, потому что, ну, всегда было, скорее, мое обучение, это я не думаю, что я буду работать профессионально в области, в области истории искусств. Однако для меня это, ну, то есть как раз в области расширения моих знаний, это идеальное место, где ты можешь развиваться. И стала задумываться о каком-то собственном бизнесе. Это параллельные вещи. И вот я к тому, да, что вы поступили в МГУ, не предполагая, да, что я сейчас закончу историю искусств и пойду вот по этой стезе, и она уже есть какая-то. Нет, я не предполагала. Если честно, я вообще не предполагала, что это будет так сложно учиться в МГУ. Всем рекомендую, потому что это... То есть я раньше думала хуже. Об этом? Не об этом, я думала как бы о российском образовании хуже, чем то, что я получаю сейчас, и то, что... То есть всяческие мои все комплименты, если я могу это сказать. То есть хуже было на основании чего? То есть мы не говорим конкретно, что... Ну вот и считается, что... Российское образование это колхоз такой, да? И что у них... То есть когда я пошла, я думала, ну, как-то второе, высшее, я думала, какие-то скидки будут там, кто-то там как-то что-то, где-то что-то я дам. Зачетик быстренький, да, там, в коридорчике, на коленке. Да, вот вообще ничего этого нет. Абсолютно ничего этого нет. Ни у кого нет там идеи второе, высшее, дети, семьи, бизнесы. То есть все целенаправленно пришли вот... Абсолютно. То есть, во-первых, второе и высшее, они занимаются вместе с первым и высшим, поэтому это должно идти наравне со студентами, которые только что закончили школу, с медалями и поступили в МГУ. К тебе ровно такие же требования, никаких скидок. И я этого, конечно, не знала, когда туда пошла. Но, с другой стороны, я получила массу-массу всего интересного и этим очень довольна. Наверняка. Вот. И параллельно так получилось, я думала, что процесс будет более поступательный, параллельно так получилось, что возникла идея этого бизнеса, которую, действительно, я долго искала как идею, потому что... Но она откуда опять? Оттуда она пришла или что-то? Или что-то почитала, поговорила? Должно сложиться. Это само собой, да. То есть я на течение года, наверное, там, то есть понимаю, что, да, я не хочу выходить опять в банк или куда-то там, то есть... Циферки мне уже, да, все интересные. Не хотелось бы. Хотелось бы иметь чуть более свободный график, потому что банковская сфера предполагает в любом случае работать там минимум с девяти там до... Да, да, да. Ну, жестко достаточно, конечно. И там... Вот именно, да. До беспредельного. Пока баланс не подойдет. Да, и я понимала, что, ну, я бы хотела что-то более, чуть более свободное, и возникла идея о собственном бизнесе. А, конечно, от идеи до конкретного воплощения, что это будет, там, прошло какой-то там год в моем случае. Я просматривала там регулярно какие-то сайты, я беседовала о новых идеях. Сначала у меня были идеи создания... То есть как-то в области интернета мне показалось сразу интересным идти, потому что технологии, еще технологичные сферы для меня были всегда интересны. Еще опыт у меня такой был, там, с какими-то технологиями связаны. Я что-то там понимала, считала, что... Поэтому и интернет мне казалось, вообще в этом есть перспектива. И изначально была идея создания такого околобанковского проекта, связанного такого с private wealth management в области интернет-услуг. Ну, как идея была. Но тут сошлось, как-то звезды сошлись на том, что появилась возможность, там, у нас с моим партнером, появилась возможность заключить контракт с компанией Mercury, с которой мы сейчас работаем. Появилась как идея перевести... То есть как бы мы смогли заключить контракт о том, что мы будем реализовывать их товары в интернете. И тут вот как бы сошлись какие-то и мои ожидания, и какие-то, может быть, мои какие-то знания в области, скажем, технологии, и области вообще моего видения бизнеса, и какую-то реальную возможность в виде этого там реального контракта, который дал нам возможность как-то себя показать. То есть мы увидели те конкурентные преимущества, с которыми мы, ну, нам кажется, что мы можем быть интересны для российского потребителя. И мы увидели некую нишу для себя, в которой мы можем работать. Вот как бы такой вот сложный процесс. Ну да, сложный, опять он процессы творческие, прежде всего. То есть в конечном итоге вот эта идея, да и точнее поиск идеи, он вылился в нечто, да, которое, как уже Лена сейчас говорила, является совокупностью, да, некого желания, неких возможностей, ну и все-таки мановение свыше, да, вот. Нужно было оказаться... Нужно было сойтись, да. Да, нужно было оказаться вот в это время, в этом месте, и получился результат. Замечательно. Лена, значит, смотрите, что мы делаем сейчас. Мы с вами сейчас прервемся, да, нашу беседу интересную мы прервем, потому что время послушать новости на Финам.ФМ, и мы будем это делать с вами три раза, как я уже говорил, за эфир. Вот, а потом продолжим, и у меня есть там много других вопросов. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях у меня сегодня Елена Суховеева, соучредитель проекта lookmania.ru. Мы говорим на тему интернет-коммерции в области одежды. Лена поделится с нами секретами этого мероприятия. Ну, если говорить непосредственно уже о технологиях, интернет-коммерция – это какая-то отдельная история, которую нужно знать, которую нужно уметь, что-то нужно специально, я не знаю, там, изучать. Как вы думаете? Ну, я думаю, что, может, наверное, нужно, но вот у меня конкретно такого опыта не было, естественно. То есть мы вернемся к тому, что сошлись звезды, да, вот вы получили это предложение, и дальше что происходило? Дальше, ну, я как человек с опытом в файнэнс, который мы так разобрали довольно подробно, я считаю, что все должно начинаться с бизнес-планирования, да, и дальше мы стали считать, собственно, какими ресурсами мы обладаем, что мы можем и что мы можем себе позволить. Надо сказать, что мы не обладали какими-то огромными ресурсами, там, в смысле финансовым, изначально на стартап, и здесь нам помогло наше преимущество, связанное с тем, что мы все-таки не покупаем сами коллекцию, а мы берем ее на реализацию. То есть товары, о которых мы говорим, они уже существуют в Москве, они, собственно, как бы товары, которые там торговались в предыдущих сезонах в торговом доме «ЦУМ», и там, и связанных с компанией «Меркурия» в магазинах. Вот, и здесь это позволило нам сократить изначальные рездержки и, естественно, сократить ошибки, которые могут быть в самом начале, самая большая ошибка, насколько я... Со мной делать теория, правильно? А потом, когда практика начинается... Да, и все начинают ориентироваться, насколько я знаю, все начинают ориентироваться на собственный вкус, подбирать коллекцию по собственному вкусу, а это как раз тут вообще большая ошибка-то и есть. И вдруг оказывается, что человечество не приемлет твой вкус, оно с ним не согласно. Как же так, боже мой? Да-да-да, мне кажется, что это очень-очень опасно. И, кстати, наш вот этот опыт порой показывает, что я даже порой удивляюсь, то есть насколько мой личный вкус зачастую не совпадает с предпочтениями наших покупателей, но все люди разные, и это нормально. Вот, соответственно, мы смогли... То есть то, что мы сделали, это мы, естественно, там составили бизнес-план, мы обратились к внешним разработчикам сайта, для того чтобы... То есть это компания, которая имела опыт разработки магазинов, интернет-магазинов с целью разработки сайта. Я в целом считаю, мы это полностью реализовали, что на первом этапе, если я могу дать совет, что не имеет смысла делать большое количество затрат на собственные разработки, собственных людей, потому что, ну, вот, скажем, учитывая, что нет опыта аналогичного, еще очень маленький бизнес, зачастую аутсорсить функции, то есть выводить их во внешнюю среду, бывает выгоднее, и, собственно, ты... И ты всегда... У тебя гораздо больше возможности манипулировать здесь, как бы... А тут ты, если взял человека, то что ты уже перед ним не все же обязательства, и есть у тебя работа, нет, ты не ты уж не знаешь. Соответственно, мы наняли внешних и маркетинга агентства, мы наняли внешних людей и на разработку, и, собственно, стали работать... И плюс стали сами дальше изучать опыт там западных аналогичных проектов, и, собственно, так это все и началось. Ну, я так понимаю, что все-таки одно из конкурентных преимуществ, если говорить о том, что у вас есть... Ну, аналогичные на российском рынке, наверное, какие-то есть предприятия, есть компании аналогичные? Как мы, нет. Никого нет. То есть есть... То есть наша абсолютная преимущество стоит в том, что, скажем, эти товары, класса люкс, которые мы имеем, возможно, как бы там супер-супер бренды, которыми мы торгуем, там, особо популярные на российском рынке, Гуччи, Дольче Габана, там все... Это все, это подлинные товары, потому что они завезены в Россию официальным дистрибьютором. То есть это не с китайского рынка Дольче Габана? Нет, нет. И это подлинные товары. При этом, что мы делаем с ними? Мы их из старых коллекций, мы отбираем, потому что наши стилисты отбирают, вот здесь луки, вот здесь слово «внимайте» с луками. Внимайте, да, что это значит? То есть наши стилисты берут, отсматривают там огромное-огромное количество остатков, которые существуют, и выбирают, оставляют из них там луки из старых вещей предыдущих коллекций в современный, с точки зрения сегодняшнего дня, луки. Луки, Лен, еще раз, что такое луки? Это образ, то есть это целиком, когда есть, то есть когда наши стилисты одевают полностью модель, модель или манекен, это и есть образ целиком. В одной из сетей я просто периодически там постят вот друзья мои, да, или подруги, знакомые, и лук, для меня, по крайней мере, выглядит так. Вот есть картиночка, ну и если о девочках говорить, да, то там платьишко, шляпка, туфельки, сумочка, и вот вроде, да, такой гармоничный образ. И человек может представить себе, если либо купить он может целиком этот образ, либо чаще всего он может себе представить, как одна из вещей, вписалась в его гардероб, или как ее можно носить. Вот, так вот, и надо сказать, что наше преимущество стоит в том, что вот эти товары, о которых мы говорим, которые эксклюзивно закупаются, Меркури, они, ну, не широко представлены на российском рынке, только фактически есть две компании, которые реализуют это, не будем называть наших там конкурентов, фактически, но реализуются они совершенно в другой... Отрасли, да? Нет, они реализуются тоже в области интернет-торговли, но так называемая система, как это сказать, акций. Знаете, когда вот, например, сегодня акция на платье, на платье Валентина. Торопитесь, торопитесь, да. И в этом смысле клиент загнан в условие, что вот сегодня ему нужно искать, может быть, у него сегодня будет платье Валентина, сегодня как раз не к чему, а вот завтра оно понадобится. А в нашем случае мы имеем полный спектр товаров, полную линейку, он может спокойно... Кстати, мне очень интересно, а вот ваши конкуренты, которые на акцию давят, на нервы давят покупателю, они в каких-то сложных, более сложных условиях, что ли? У вас есть эксклюзивный договор с Меркульдом? Нет, они в идеальных условиях относительно нас, потому что это крупнейший дистрибьютор одежды на российском рынке, у него огромная база клиентов, и поэтому... Он нарочно так себя ведет, да? Он может себе позволить такое, потому что у него есть наработка прекрасной клиентской базы, и, собственно говоря, все возможности к этому. Здесь как раз наше преимущество относительно него, это у нас есть, мы догоняем, мы как раз предлагаем, в принципе, посмотрите на нас, у нас-то есть все то же самое, только в более удобном сервисе за те же деньги. За те же деньги. За те же деньги, да, за этим мы очень внимательно следим. Кстати, вот здесь нет, ну, опять-таки, я далек, наверное, от этой темы, и тем не менее, на мой взгляд, нет здесь парадокса. С одной стороны, вы оперируете устаревшую, ну, старой коллекцией, да, прошлогодней, наверное, не больше того, да? Да. И в то же время из прошлогодней коллекции вы создаете нечто модерновое, нечто новое. Вот здесь нет парадокса. Ну, во-первых, есть классические вещи, да, то есть что мы позволяем своим клиентам сделать? То есть мы позволяем им купить очень качественные, люксовые вещи за более доступные деньги. Я не могу сказать, что это дешево, это не дешево, это там часто люди думают, что в интернете можно купить все там за 3 рубля, там за 2 тысячи рублей. Ну, не за 3, но за 5-то точно. Да, да, да. Это не тот случай, потому что изначально цена наших вещей очень высокая. То есть это бренд прежде всего, да? Это прежде всего бренд, да. И мы делая на него там 50-60% скидки от первой цены, все равно вещь получается достаточно дорогая. Но относительно ее первой цены, она, конечно, стоит гораздо более адекватно. И здесь люди, которые ценят качество и не готовы, зачастую это люди, которые, скажем, они позволяют себе там одну вещь из новой коллекции и дополняют ее базовым гардеробом, скажем, которые они приобретают у нас. Здесь у нас есть масса чего, мы можем много чего предложить. То есть опять здесь, да, некий такой более компромиссный, что ли, да, более гибкий такой подход у вас к вашим клиентам, да, исходя из того, что... Да, мне кажется, что это очень, очень... Во всяком случае, в частности, когда я думаю о нашем клиенте, об образе нашего клиента, мне очень представляются мои бывшие коллеги по иностранным банкам. Уровень дохода там вполне позволяет покупать люксовые вещи, однако это не люди, которые гонятся за сиюминутным трендом. И здесь как раз мы можем им предложить много чего и интересного, и они являются нашей там таргетируемой аудиторией. Кстати, у вас только интернет-магазин или онлайн, что называется, или оффлайник у вас тоже есть какой-то? Вы знаете, мы думаем по поводу того, хотим ли мы... То есть мы активно рассуждаем там с моими коллегами на тему открытия оффлайн-магазина, пока не можем прийти к однозначному мнению, потому что, ну, есть разные, там, разные точки зрения на это, в частности, что там продажи падают, там начинаются люди заказывать, потом не приезжать. Там есть... Наверное, кто уже по этому поводу слышали, может быть, какие-то мнения. Ну, возможно, что мы в Москве откроем какой-то небольшой оффлайн-магазин, но пока это все все-таки... Наша основная цель — это онлайн. А как вы, собственно, взаимодействуете с клиентом в интернет-магазине? Ну, мы ведем маркетинг, то есть мы довольно активно представлены в соцсетях, и здесь мы видим большое развитие, то есть мы много вкладываем в это, а, соответственно, рекламу, которую мы делаем в основном, там рекламный бюджет налокируется на как раз интернет-рекламу, то есть на разные там есть методы. И вот сейчас там занимаемся немного пиар в области как раз СМИ, и в общем как раз здесь вот я бы сказала, что, наверное, достаточно, ну, я думаю, что люди, которые занимаются интернет-торговлей, они все неминуемо приходят к этому, к этой схеме работают. То есть она, видимо, самая эффективная просто-напросто, да? Ну, очевидно, что когда ты собираешь торговать в интернете, основная часть рекламы должна быть у тебя в интернете. Ну, это как бы такой вывод очень простой, не надо для этого. А до конечного потребителя товар как доходит? У нас есть собственная служба доставки в Москве, ну, потому что все равно вот в нашем случае пока так получается, что основные продажи у нас происходят в Москве. Хотя вы ориентированы, конечно, и на регионы. Да, мы пытаемся развивать регионы, но пока, то есть у нас основная часть сейчас в Москве. В Москве мы имеем возможность предоставить клиенту бесплатно померить вещь, то есть если она ему не подошла, он может ее спокойно дать курьеру. То есть в этом мы тоже видим, мы работаем над сервисом, и мы видим, что это должно быть очень удобно для клиента, когда человек может заказать там вещи или несколько вещей к себе в гардероб, спокойно у себя дома их померить. И если они ему не подошли, отказаться, хоть от всех, хоть от... А оплата по факту уже происходит? Оплата происходит по факту, ну если он не заказывает онлайн, то есть если он не платит, есть разные схемы оплаты. Вот, конечно, в регионах мы пока такое предоставить не можем. О регионах очень интересно, тем более, говоря, речь идет о Меркурии, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.фм. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес классно, Финам.фм. Сегодня в гостях у меня Елена Суховеева, соучитель проекта lookmania.ru. И, кстати, еще раз я хочу напомнить, что вот это вот, я бы сказал, романтическое слово look. Непосредственно относится к бизнесу, о котором связана Елена. Мы сегодня говорим интернет-коммерции в области одежды, и сейчас самое время, собственно, поговорить о том, как этот самый интернет-магазин вывести на окупаемость. Так заявлено у нас сегодня в теме программы. Уважаемые слушатели, я напомню для вас телефон студии 6510-99, простите, телефон студии 6510-99, и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Елене, она на них, естественно, ответит. Ну что ж, продолжим и говорим, да, мы говорим, ну, за эфиром мы начали с вами эту тему обсуждать. Итак, уникальность этого проекта, в чем она, Лена? Уникальность проекта состоит в том, что мы единственная компания в настоящий момент на интернет, в области интернет-торговли, которая предлагает вещи самых известных брендов, подтвержденных сертификатами, о том, что это настоящие, аутентичные вещи, при этом не предлагая, не торгующие ими с помощью акций, то есть, как я упомянула, вот наш собственно единственный конкурент, который имеет аналогичные вещи, он торгует именно по такой схеме. Вот, соответственно, в этом, то есть у нас есть уникальный товар, который по такой схеме мы продаем. В этом наша уникальность. И в этом, опять-таки, вернем к тому, конкурентные преимущества. Да, мы так считаем. Это нормально. Лен, итак, смотрите, регион. Да. Не хочется говорить банальницы, я тем не менее вынужден это сделать. Москва это Москва, а дальше остальная Россия. И вполне естественно, наверное, что ваши люксовые вещи продаются прежде всего в России, но вы говорите, вы посматриваете и на регионы. Правильно ли это? Правильно ли это? Потому что я не знаю, с морально-нравственной точки зрения мы не будем это обсуждать. Правильно ли это с точки зрения бизнесмена? Ну, неужели там кому-то эти вещи могут понадобиться? Конечно, крупные российские города давно готовы к потреблению услуг не только интернет-торговли, там, сегменты люкс, но и там те же банковские услуги в крупных городах очень востребованы. И здесь, в общем, особенные, поскольку есть в регионе доход, люди, которые зарабатывают деньги, соответственно, они пользуются то есть услугами сегмента люкс, неважно. Того же уровня. Того же уровня. Поэтому здесь регионы, которые, они, может быть, по своим предпочтениям отличаются от Москвы, так же, как друг от друга они отличаются. И здесь мы думаем о том, чтобы, скажем, может быть, в разных городах формировать там разные коллекции. что логично. Да. Но, что касается покупок, то да, мы предполагаем, что регионы могут быть в перспективе для нас интересной с точки зрения развития бизнеса. Ну, и вот конкретные шаги какие вот для того, чтобы завевать регион? Что нужно сделать? Ну, реклама двигатель торговли, поэтому здесь надо, собственно, развивать, нужно вкладывать деньги в рекламу в соответствующем регионе и, собственно, так и пробовать разные рекламы. То есть, вполне возможно, что в разных регионах разные рекламные ходы будут работать. Ну, как бы там методом пробоошибок там так или иначе выясняется. И так, может быть, мы думаем о том, что мы, скажем, начнем с юга России, где нам кажется, что люди более ориентированы на наши товары. Там у нас есть некая статистика по этому поводу. Скажем, мы, может быть, там начнем. Там не все сразу охватывается какие-то по частям. Вот, что касается доставки, то здесь мы, конечно, на свои силы не рассчитываем. Здесь мы используем крупные курьерские службы для доставки своих товаров в регион. Здесь мы не можем... Ну, в данном случае наверняка надо говорить, что и товар будет чуть дороже для тех, кто живет в регион. Нет. Вот это наша принципиальная позиция, потому что, опять же, мы хотим, чтобы он не будет дороже, он будет иметь только точно такую же стоимость. Здесь важно целиком предоставить сервис клиенту. А целиком предоставить сервис клиенту, это предоставить ему вещи, которые он способен как бы отсмотреть у себя, посмотреть и оценить, нужны они ему или нет, не важно, в регионах или нет. Другое дело, что если в Москве используют курьерскую службу, мы имеем возможность предоставить клиенту там больше времени на подумать. То есть здесь курьер ждет полчаса и все. У него поезд. Да, поскольку это не наше... Это тоже аутсорсинг, видимо, да? Это аутсорсинг. В основном все интернет-магазины там не такие большие, они не вкладывают в создание собственной службы, опять же, потому что аутсорсинг удобно и используют каких-то там... Есть крупные компании на российском рынке, которые представляют эти услуги. Лен, ну и теперь давайте к важному вопросу. Вот подтекст нашей сегодняшней темы звучит так. Как открыть интернет-магазин одежды и выйти на окупаемость? Собственно, сроки этой окупаемости, да, и технологии окупаемости. Вот это все интересно. Вы знаете, ну я бы ответила так, что прежде всего, когда компания, ну там, любой бизнес, когда начинается, нужно составить правильный бизнес-план. Мы в частности использовали, мы надеемся, что мы использовали, как бы, сделали правильный бизнес-план, потому что мы использовали экспертов в области интернет-торговли, в области мы специально составляли маркетинг-расчеты. Фактически нужно посчитать, какие у тебя будут затраты и на каком горизонте ты достигнешь определенного количества продаж и что тебе для этого нужно сделать. А эксперты наши, российские? Да, эксперты были российские, но пока, в общем, это все оправдывается, конечно, с известной степенью приближенности. И опять же, если я могу сказать рекомендацию для слушателей, то все равно любая экспертная оценка, она, ну, как сказать, она приблизительная. Поэтому тебе дадут, тебе скажут там, что делаешь? Вот такая статистика, да, вот смотрите. Статистика такова, что вот при таких-то затратах ты получаешь такую-то посещаемость на сайте, которая у тебя конвертируется в определенное количество клиентов. но нет статистики о конкретных инструментах для твоего конкретного товара. И вот здесь у тебя огромное поле для творчества, и если я могу дать рекомендацию, то я бы не клала яйца в одну корзину, использовала, попробовала бы разные, разные методы, разные средства, разные рекламные продукты, и выбрала бы то, что для тебя, для твоей компании наиболее, наилучшим образом работает в настоящий момент. Разные, Лена, это? Ну, разные там, то есть как бы, ну, там есть, например, та же контекстная реклама, тот же SEO, не знаю, насколько нужно вдаваться в такую специфику, смысл в том, что нужно оставить себе определенный люфт, попробовать, попробовать на более, на небольших бюджетах, чтобы не потратить слишком много на первом этапе, не совершить эти ошибки, а потом уже выяв, то, что работает конкретно для твоей группы товаров, для твоего сегмента клиентов, уже туда, вкладывать больше и, соответственно, получать большую конверсию в клиентов. То, что я могу сказать по этому поводу. Ну, это что касается непосредственно, да, каких-то маркетинговых решений? Да, но фактически что значит интернет, что значит окупаемость интернет-магазин? Ты стараешься как можно сделать меньше своей затраты, ты стараешься сделать рекламу, вложиться в ту рекламу, которая даст тебе наибольшее количество клиентов, получить гораздо, как можно больше посещаемость на свой сайт и при этом желательно, чтобы те клиенты, те люди, которые посещали твой сайт, они еще были твоей таргетной аудитории, чтобы они конвертировались в клиентов, которые покупали, они только рассматривали вещи. Вашему проекту конкретно сколько уже? А проекту где-то около года, ну, скажем, в активной стадии мы находимся с октября прошлого года. С октября прошлого, ну, это полгода. Ну, да, чуть больше полугода, потому что еще какое-то время мы там, в районе там трех-четырех месяцев мы писали сам сайт и это была какая-то техническая подготовка. Подготовка. Уже непосредственно когда заработал, да, вот с тех пор, когда он заработал, прошло полгода. Ну, и ваши самые, наверное, благоприятные, да, перспективы, когда вы вот эту самую окупаемость уже почувствуете? Ну, есть, собственно говоря, две точки, о которых мы можем говорить. Это проект, когда выходит на самофинансирование, да, мы рассчитываем, что это произойдет уже там в июне месяце. И есть, когда, собственно, проект окупит те вложения, которые в него вложены. Начинает давать прибыль уже. Да, начинает давать прибыль с общей суммой вложений. Это мы, собственно, рассчитываем, что это произойдет только-только в конце вот этого года. В конце года. Ну, что, в общем... Через год, это нормально. Что, в общем, хорошая окупаемость, но это, конечно, что над этим надо еще много работать. Ну, это понятно. Работать нужно, да, не останавливаться. Кстати, вот в этом есть, опять, если вспоминать ваше недалекое прошлое, да, ваше финансовое прошлое и нынешнее ваше состояние, есть принципиальное отличие в том, как вы воспринимаете, ну, я не знаю, вот эту окружающую бизнес-действительность, вот эту реальную, да, то есть там вы как наемный работник, здесь вы как владелец бизнеса. Ощущение вот этой психологической разницы? Да нет, я всегда... Да, я уточню просто, есть люди творческие, да, есть, которые, ну, в частности, мы об этом с вами говорили, которые важно не решение, прежде всего, да, решение конкретной бизнес-задачи, а вот это вот ощущение происходящего, да, происходящего события какого-то, что я все время нахожусь в событии, может быть, поэтому... Вы знаете, я просто по-другому относилась к своей предыдущей деятельности. Я не могу сказать, что я относилась к банку, где я работала, как то, что я наемный служащий, и поэтому я в 9 пришла, а в 6 часов ушла. Я работала, я не знаю, там, с температурой 38, там, без выходных, там, в течение полутора месяца. Там почти круглосуточно при этом это происходило. Поэтому для меня эта деятельность, которую я вела, она была моим бизнесом. Я себя так, я себя так там ощущала. И моя организация предоставила мне такую возможность, в которой я работала, и поэтому мне там было очень комфортно, я там 12 лет проработала. Вот. Поэтому по моим психологическим ощущениям, я не могу сказать, что я слишком... Для меня это очень разница по ощущению. Другое дело, что вести собственный бизнес, когда за твоими плечами нет такого большого... Там такой большой организации гораздо сложнее, потому что сам, скажем, найм персонала, который является ключевым в успехе любого бизнеса, он, конечно, в большой организации гораздо проще, потому что ты не предлагаешь... Да, специалисты там есть. Там есть специалисты, там ты не говоришь, что ты не привлекаешь человека на стартап, фактически рассказывая ему только прекрасную идею, за тобой есть прекрасная организация, с социальным пакетом, с историей на рынке труда. Конечно, нанять человека в стартап сложнее, чем нанять человека в большую крупную организацию. Ну, то есть я бы сформулировал так, что, в принципе, у нас проблема кадров, она везде есть, да? И на уровне большой организации, и на уровне стартапа. На сложнее. Вот, в этом смысле сложнее. Так вот, вопрос такой, а где вы эти кадры ищите, и, собственно, на что они в данном случае идут? Здесь сложнее, опять же, с банковской сферой, если сравнивать, потому что, учитывая, что индустрия совсем новая, кадров с опытом работы очень мало, ну, и практически они отсутствуют. Поэтому, если в банк ты способен нанять человека на основании его обширного резюме и его заслуг в предыдущей организации, то здесь ты можешь нанять, скорее, человека, по тому, по его потенциалу, который ты можешь увидеть на собеседовании и оценить еще игры. А можешь, кстати, не увидеть, да? А можешь вполне не увидеть, а ошибиться. К сожалению. Чем по тому, что он делал со своей предыдущей деятельностью. Поэтому ищем, отсеиваем, смотрим по многу и, собственно... Ну, все-таки попадаются те, кто уже занимался чем-то похожим, чтобы... Ну, попадается, но, конечно, опыт, он... Поскольку проект уникальный, то опыт, он бывает схожий, но не идеальное попадание. И, конечно, есть... Вряд ли можно найти человека, который, ну, учитывая, что проект новый, что он придет с другой организацией, с другого интернет-магазина, и он делает то же самое, и он сейчас сядет, и у тебя здесь все... Процентное попадание. Все тебе сделает. Нет такого невозможно. Ну, все-таки на это надеетесь, я так понимаю. Мы ищем, да. Ищем опять в социальных сетях, прежде всего, или просто... Повсюду. Повсюду. Мы ищем, с друзьями общаемся, и через агентство ищем. Ну, вот, то есть, используем все возможные источники. Лена, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, друзья, последняя, к сожалению, последняя часть нашего эфира. Мы с вами на Финам.ФМ. Бизнес-класс в эфире. У меня в гостях Елена Суховеева, соучитель проекта lookmany.ru, и мы говорим сегодня о бизнесе интернет-магазина в области одежды. Собственно, как открыть интернет-магазин, как выйти на окупаемость, Лена изложила. Все достаточно понятно. Просто, я бы даже сказал. Хотя, на самом деле, все это не так, конечно же. Лен, вернемся вот к разговору о луках, так называемых. Откуда эта идея пришла? И с чем она была связана? Это некий творческий поиск, или это некое желание каким-то образом избавиться от устаревшей коллекции, или, я не знаю, сэкономить? Откуда это все? Нет, на самом деле, это такой мировой тренд. И сейчас многие западные крупные интернет-магазины предлагают свои товары, сформированные в этих луках, о которых вы так говорите. И нам, учитывая, что мы с моим партнером знали об этом, и сами являлись клиентами западных магазинов, сразу, когда возникла идея собственно интернет-торговли, то пришла идея формировать такие луки. Потому что это, на самом деле, очень полезно, нам кажется, для клиентов, то есть уже представить себя. Воспринимается, да? Воспринимается, конечно, чем когда это отдельная вещь. Конечно, то есть не то, что как идея, как эту вещь можно обыграть, в каком костюме. Мне кажется, что это для всех полезная и дополнительная услуга, которую мы, собственно, предоставляем. Человек, который эти луки составляет, он вообще кто? Он художник, он поэт? Он стилист. Этот человек называется стилист. Плюс у нас есть возможность получить, в ближайшее время, мы сейчас как раз заводим это, онлайн-консультацию стилиста. То есть человек сможет как бы еще посоветоваться по своей какой-то личной проблеме со стилистом. Опять же, как дополнительная услуга. И этот человек, собственно, отсматривает, он там довольно известный стилист в Москве. И там их, он не один в нашем случае. И, собственно, вот они формируют... То есть вы сотрудничаете, да, со стилистами? Да, они формируют вот эту коллекцию, которая представлена на сайте. То есть понятно, что остатки зачастую... В луки сложно собираются, да? Ну, это минус нашего бизнеса, состоящий в том... То есть плюс состоит в том, что это цена адекватная, а минус состоит в том, что зачастую, ну, много остатков, которые остаются, не распроданы изначально, они, в общем, ну, может быть, не совсем их возможно и продать, да? То есть они как бы чем-то, чем почему-то не устроили клиент. Почему-то не устроили. И вся штука в этом бизнесе состоит в том, чтобы именно выбрать из того, что осталось, выбрать то, что действительно актуально. Чтобы это не было как бы завал каких-то вещей, которые никому уже не понадобятся, а это были какие-то вещи, которые могут быть интересны для сегодняшнего покупателя. В этом наша услуга, которую мы предоставляем. В этом наша миссия, я бы так даже... Наша миссия, даже высоко, если... Это нет, это пафосно, но это правда. С другой стороны, смотрите, значит, вот эта идея с луками, это мировые тенденции, вы говорите, да? Оттуда было позаимствовано, собственно. А, так сказать, вот эти мировые тенденции, они каким-то образом помогают вам формировать, ну, вашим стилистам, да, или стилистам, с которыми вы работаете, формировать вот этот нынешний взгляд на природу вещей? То есть, собственно, стилисты, они актуальные стилисты, поэтому они следят за модными трендами сегодняшнего дня и, соответственно, знают, то есть они отбирают, исходя из трендов, которые есть сейчас, они смотрят с тем, собственно, какие есть сейчас у нас остатки по товарам, из них формируют луки, которые соответствуют сегодняшней тенденции. То есть вы все время, да, на острие, что называется? Ну, мы пытаемся, нельзя сказать, что мы делаем какие-то... Вы видите, как бы, что значит на острие? На острие там есть супермодные тренды, да, которые, скажем, вот они только актуальны. Только появились. Только появились. Да, или они какие-то очень острые, которые, там, вот... Острые тренды относятся именно к этому сезону. Здесь мы, конечно, не можем предложить, а какие-то более спокойные предложения мы как раз способны вполне сделать, какие-то в области как раз тяготеющие, как меньше изменчивости тренды. Мы здесь можем быть весьма конкурентными. Здорово. Лен, смотрите. Значит, магазин, интернет мы открыли. Даже более того, вышли на окупаемость. Это все, в принципе, да, вот что хотелось? Или есть какие-то взгляды в будущее, есть какие-то перспективы роста, есть, может быть, желание диверсифицироваться и составлять луки не только из одежды, а, например, из, не знаю, из чего, из драгоценностей, из... Ну, во-первых, мы развиваем, что касается коллекции, то, например, сейчас у нас представлены на сайте одежда только для мужчин и женщин, и мы в ближайшее время там представим коллекцию для детей. И здесь мы видим большую перспективу, потому что, ну, все понимают, что ограничение интернет, торговля одеждой состоит в том, что человеку нужно померить эту вещь, и он боится порой, что она ему не подойдет. Тем более, когда речь о ребенке. А когда речь идет о ребенке, такой, кстати, проблемы гораздо меньше, потому что детям гораздо меньше вещей требуется, которые должны сесть им по фигуре, и вот точно... На вырост все время, да, все время. Все на вырост, как... Ну, и не так строится. Поэтому люди, ну, потенциально больше могут приобретать вещей детских, и, опять же, этот рынок не очень занят, тем более, что мы будем предлагать вещи, которые, опять же, там вещи высоких брендов, которые не очень сильно представлены на российском рынке. Вот. Это что касается товаров. То что касается, ну, вообще развития бизнеса, да, то я думаю, что я пока со своим этим характером не особенно думаю о переходе в какую-то другую сферу, потому что я считаю, что здесь мы еще очень много чего не достигли. В частности, мы хотим диверсифицироваться в смысле дистрибьюторов товаров. То есть мы хотим, если сейчас мы предлагаем товары только Меркури, то мы хотим, например, пытаться предлагать товары там в других компаниях тоже. Мы хотим предложить эту услугу другим официальным дистрибьюторам брендовых вещей. То есть тем самым, как бы, расширив ряд... То есть вы их чем-то должны заинтересовать в этом случае. А заинтересовать... В принципе, остатки есть у всех. И если они видят наш успех с Меркури, почему они не хотят реализоваться через нас? Мне кажется, что это хороший путь. И, соответственно, поскольку я вижу, что рынок интернет-торговли одеждой в таком еще зачаточном состоянии находится в России, и смотря на Запад, и смотря, как развивается это там, я вижу здесь еще огромные перспективы, я вижу, что бизнес может быть большим и успешным, поэтому пока я, собственно, думаю только в этом направлении. Я понял. Лен, тогда я уточнить хотел. Рынок интернет-торговли одеждой, да? Ну, понятно, это вам ближе, потому что вы этим занимаетесь. А если чуть ширше посмотреть, рынок интернет-торговли, в принципе, вот на каком уровне он в России сейчас? На том же зачаточном? Мне кажется, что он, конечно, относительно западного рынка, он, конечно, совсем-совсем не развит. И в этом его огромный потенциал, потому что, ну, так или иначе, мы будем следовать за мировым трендом, и так или иначе люди будут привыкать. Никуда не денемся. Люди будут привыкать использовать интернет для своих покупок, и он будет расти, и статистика говорит о том, что он растет быстро и хорошо, и больше, чем другие сегменты бизнеса. Поэтому сюда имеет смысл вкладываться, и, собственно, здесь имеет смысл работать. То есть в этом перспектива очевидна. Кстати, вот его это, ну, пусть будет, еще раз это слово прозвучит, его вот это зачаточное состояние рынка интернет-торговли в России, да, оно по какой причине такое сейчас, как вы думаете? Ну, потому что penetration очень маленький, интернет. Почему интернет так слабо развит в России? Потому что так поздно мы начали с Америкой, пока нам сравниться сложно, потому что они гораздо раньше и быстрее все это сделали. Ну, то есть исключительно технологическая причина, или, может быть, есть некомменсальность? Ну, не только технологическая, она же связана все между собой. Человек позже получил интернет, он позже... С ним познакомился, да? Позже познакомился. Сначала ведь люди, вот даже там, если мы говорим про одежду, например, сначала совершают первую покупку, там очень боязли... Сначала долго-долго думают, потом боязливо совершают одну покупку. Тестируют. Нравится, например. Потом через какое-то время вторую. И так некоторые даже... Много статистики по этому поводу. Последующие покупки, они в объемах наращиваются, и люди привыкают покупать и начинают это делать. А вот ментально есть какое-то отношение российского покупателя к интернет-торговле в целом, допустим, по сравнению с тем? Мне кажется, что... Извините, что я вас перебила, мне кажется, что вот пока ментальность, с которой мы боремся, состоит в том, что русские потребители считают, что все должно быть в интернете очень дешево. И они, когда заходят к нам на сайт, они считают, что почему у нас так... Почему китайские фейки продаются... Почему китайский товар продается так дорого у нас? Да, ну вот потому что он... У нас не китайский товар. Потому что он не китайский. А люди ожидают этого... А у вас где-то написано вот крупно, что... У нас написано все бренды, которые мы торгуем. А вот мне кажется, что в этом есть российская специфика, от которой мы должны постепенно уходить и готовить клиентов, потому что это не всегда... Кстати, это ваши... Ну не задача, это ваши возможности у вас эти, или нужно государство сюда? Ну зачем нет государства? Я думаю, что здесь он может спать спокойно. Мне кажется, мы разберемся. То есть вы в силах самостоятельно решите эту проблему? Да, социальные сети нам помогут в этом смысле. Кстати, вот я хотел бы дать еще один вопрос по поводу социальных сетей. Вот их полезность для интернет-торговли... Большая очень. В чем она? Ну помимо маркетинга или, наверное, исключительно в маркетинг? Вы понимаете, как... То есть я считаю, что имеет смысл складываться больше в интернет, в социальные сети, в смысле рекламы, привлекать больше подписчиков на свои группы. Потому что это очень сильно работа на перспективу. А даже если он у тебя сегодня не готов купить, он у тебя сегодня не покупает, и так или иначе там конверсия после контекстной рекламы конкретных покупателей выше, но это работа на будущее. Потому что когда человек подписался на твою группу, ты способен с ним общаться, ты способен там вести с ним диалог. В буквальном смысле диалог. Или просто вот периодически возникают картинки, которые ему падаются на глаза. Он привыкает к этому. Он привыкает, и может когда-то что-то докупит. И потом он знает об обновлении. Ты способен рассказать ему о своих обновлениях. Ты способен это другое делать. Ты человека готовишь к тому, чтобы он стал твоим покупателем в будущем. И мне кажется, что это очень хороший инструмент для роста клиентской базы. Конкретные социальные сети мы не берем, но в принципе их не так много. В любой из них могут быть представлены. Да-да-да. И там, конечно, удобно, что там таргетируемая возможность привлекать. То есть таргетируемая реклама возможна. И ты привлекаешь только тех людей, которые тебе потенциально интересны. Поэтому мы видим в этом большой потенциал. Здорово. Лена, огромное спасибо. Мы будем заканчивать. Я, уважаемые слушатели, напомню, сегодня в гостях бизнес-класса была Елена Суховеева, соучредитель проекта lookmania.ru. Она рассказала нам все, как открыть интернет-магазин одежды, выйти на самоокупаемость. И самое главное, для меня, по крайней мере, я теперь знаю, что такое лук. Лена, спасибо. Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. Всего хорошего успеха в бизнесе. До свидания. До свидания.